Девушки отдыхают 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 Ну, в общем, не буду спойлерить, хотя, я думаю, и так все фанаты уже видели эту седьмую часть Кроме, мне не особо понравилось Ну да ладно Давайте посмотрим уже на самого Кайлорена Начнем, я думаю, снизу Тут у него всю его конструкцию скрывают Скрывают его пол и одежд Вот такие замечательные из такой ткани сделаны бархатной Ну, как всегда, в принципе, это у нас поднимается И что у него тут? А-а-а! Тут его ноги Ноги, в принципе, сделаны стандартно по системе, опять же, CCBS Creature and Character Building System, если кто не знает, как расшифровывается И, в принципе, ноги, ну, как ноги, в них ничего нет сверхъестественного Его, вот эта вот мантия, она прикреплена особым образом Сейчас я вам покажу, как она там прикреплена Закреплена она у нас очень даже интересно Значит, вот, мы снимаем нагрудную пластину И мы можем видеть, как раз-таки, как все закреплено Вот такой вот интересной комбинацией деталек Что я считаю достаточно интересным И тут у нас механизм как раз-таки есть Но он скрывается вот такой замечательной, красивой нагрудной пластиной Которая детализированная, да, здесь много таких интересных Я не знаю, что это, штуковин Рельефная пластина, используемая эксклюзивно в Звездных войнах По крайней мере, я нигде ее больше не видел Поэтому, я думаю, она именно тут только используется Сзади у Кайло Рена, в принципе, ничего особенного Прикрытые щитками торс В принципе, руки Руки выглядят достаточно простенько Но это не есть минусом данной модели Потому что они не должны быть какими-то накачанными Он там по фильму достаточно Не был таким мощным парнем Если проиграл в дуэли с Рей Которая вообще фактически только первый раз В руки лазерный меч сделает А каким надо быть лохом, я извиняюсь Ну да ладно Не будем разговаривать про Кайло Рена как про персонажа Лучше поговорим про него как про фигурку Сзади в плаще есть дырочка И тут у нас такой винтик За него мы крутим И он так сражаться может Такая импровизация боя Ведение боя Кайло Рена И он так своим мечом рубит Да Можно сказать, что голова Кайло Рена Точнее его маски является настоящим произведением искусства Вы только поглядите на ее детализацию Она, конечно, полая внутри Сюда можно даже пальцы засунуть Но это не столь важно Потому что принтинг на этой маске Выполнен просто феноменально Можете видеть разные интересные углы Детализацию, которая Здесь прописаны разные вот эти вот Его scratches И bombs И all that В общем, разные вкрапления И вмятины После долгих битв Я не думаю, что он в таких многих битвах бывал И он же все-таки Кайло Рена И Дарт Вейдер Но в любом случае маска действительно крута Что нужно отметить, я думаю Это то, что его голова не может ходить на 360 градусов Ибо сзади у него имеется стопор Что в принципе естественно Потому что у нормального человека голова не будет крутиться на 360 градусов Но фанатам покрутить головы на всю свою ось Это, наверное, может не понравится Но я не думаю, что это такая уж и большая проблема Прямо учитывая то, что фигурка Кайло Рена действительно очень-очень классная Всего вышесказанного Вы можете сделать вывод, что фигурка мне понравилась И вы будете абсолютно правы Да, вы выиграли миллион долларов Ладно, не важно В общем, вот такая вот фигурка Кайло Рена Надеюсь, вам мой обзор понравился С вами был Едем Натаспейс Всем желаю, удачи и пока Я Кайло Рен Это было не столь эпично, но в общем, не важно Всем пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok